А вы знали, что самый первый компьютер был сделан вовсе не в Америке, а в Советском Союзе? Да, именно у нас. В 1948 году инженер Башир Искандерович совместно с Исааком Семеновичем Бруком создали первую электронно-вычислительную машину ЭВМ. Это было время, когда страна еще восстанавливалась после войны, а уже в лабораториях рождалось будущее. Именно Ромеев получил первое авторское свидетельство на изобретение ЭВМ. Официально закрепив идею, которая позже изменила весь мир. Через несколько лет в 1952 году появилась легендарная стрела, первая серия ЭВМ СССР. Через несколько лет в 1952 году появилась легендарная стрела, первая серийная ЭВМ СССР. Она весила десятки тонн, занимая целый зал и потребляя электроэнергии больше, чем небольшой завод. Но при этом выполняла до 2000 операций в секунду. На тот момент это, конечно, было чудо. Идеи Ромеева легли в основу создания первых вычислительных центров страны. Пользовались на оборонных предприятиях и проектировании ракет, самолетов и вообще в управлении производством. Именно промышленность первая ощутила силу вычислительной техники. А в 1968 году советский инженер Арсений Горохов представил концепт персонального компьютера. Это устройство, которое можно было поставить прямо у себя дома. И вы только представьте, сделал он это на 8 лет раньше, чем Стив Джобс показал миру Apple. Если бы все эти идеи получили поддержку и масштаб, не Россия ли сегодня бы задавала бы темп в мировой IT индустрии? Подписывайтесь на завод видео, мы говорим о людях, чьи идеи опережали время. И о заводах, где рождается будущее. Промышленность никогда не была такой живой, как сегодня. Она буквально чувствует и думает. И все это сделали машины, а не люди, которые научили их понимать процессы. А вы как думаете, наступит ли день, когда заводы будут принимать решения вообще без нас? Или человек все-таки остается главным нервом этой системы? Подписывайся на завод видео. Дальше я расскажу, как предсказания машин превращаются в управление. И почему заводы будущего больше похожи на организм, чем вообще на цех.